С владельцами участков в так называемом посёлке Многодетных в 4-м Б микрорайоне обсудили сроки подведения коммуникаций. Землю им выдали в 2015 году. Однако до сих пор строить дома здесь невозможно. И дело не только в отсутствии света, воды или газа. Эти участки расположены на территории бывшей воинской части. И до сих пор будущие жители посёлка не могут добиться от администрации БМР рекультивации. Часть земли была загрязнена топливом. С этой проблемой начали бороться. А вот убрать с участков бетонные основания бывших зданий – это вопрос серьёзный. В этом году, кроме прочистки улиц, по моей просьбе, не было произведено ничего. Ни одной машины, строительного мусора, ни деревьев, ничего не было вывезено. Первую улицу даже до сих пор дорогу не прочистили. Люди не могут подъехать к своим участкам. Под тонким слоем земли на некоторых участках находятся огромные бетонные плиты. И об их существовании люди узнают, когда начинают строительство. У меня уже проект готов. Всё, хотел бы простроиться. Но бетон мне здесь не нужен. Я уже нанял подрядчика, они сказали, мы здесь строить не будем, здесь надо выдалбливать. То есть вот этот слой убирать. Вот этот. Вот у меня вот. Так он и туда, и у нас тоже самый вот этот бетон. Я подал в суд. Я не знаю. Я подал в суд. Сегодня было бы судебное проект у меня. То есть до 20-го суда, до 20-го июня. То есть представитель администрации не пришёл сегодня почему-то. То есть отписаться надо как-то мне. Ну, значит, без представителя администрации будет принято решение. Без этого будет. Да. У меня, значит, рекультивация. Рядом шесть участков, которые объединены одним котлованом и бетонными конструкциями военных казарм. Владельцы даже не могут провести вынос точек, хотя желание начать строительство у них есть. Четверо уже готовы. Если вывести отсюда мусор и снивелировать этот бугор, вы можете строиться. Хорошо. Всё. То есть здесь по этому участку вопросов нет, как на салон. Уже много раз многодетные слышали обещание, что землю приведут в порядок. Но пока ситуация меняется слабо. Более того, на захламлённую территорию неизвестные начали вывозить строительные отходы. А всё потому, что здесь не ведётся строительство. А потому и контролировать некому. Вот у нас Иплал Степанович постоянно нам твердит по поводу очистки территории. Если вы хотите, идите сразу в суд. От нас ждать ничего не ждите. У нас нет ни техники, ни денег, ни талонов на вывез мусора. В итоге я просто... Можно закончу? Больше года назад было принято судом решение по поводу конкретно моего участка рекультивации. Наполовину была в прошлом году сделана эта работа. Прошёл год, работа не продолжилась. Почему? Из коммуникации на территории только электричество. По воде сейчас готовится инвестиционный проект. До 15 июля мы будем делать корректировку инвест-программы. Будем эту работу включать в инвест-программу строительства 170 метров трубопровода от улицы Саратовского шоссе и до границы участка. Это вот где будка Старбилай там стоит. Вот на месте этой будки будет стоять колодец и в нём будет стоять секущая задвижка. От неё могут подключаться. То есть на сегодняшний день все работы у нас задели, а именно прошли торги по проектированию. Проект выдадут с экспертизой до 15 августа нам проект. Прошли торги по проколочной машине. 13 июля 14 часа она будет здесь у нас в Балакова, в которой будем мы прокалывать эту дорогу. Значит, по материалам сейчас как только проект нам выдадут, но его выдадут пораньше. Экспертизу мы ждать не будем. В принципе, мы уже и знаем, какие там материалы. Буквально в июле месяце проведём торги по материалам. И задача стоит в сентябре-октябре мы этот медопровод построим. Если с водоснабжением всё понятно, то с водоотведением пока остаются вопросы. Будет ли канализация центральной или у каждого дома обустроят выгребные ямы. Пока решили предложить владельцам участков обойтись ямами. Зато газ обещали подвезти в ближайшее время. Уже и проект почти готов. Граница ответственности у вас по газу будет непосредственно в доме. То есть у вас будет счётчик обыкновенного. В принципе, какое мы находили решение у вас будет. Но схема у нас тоже развод предварительная есть. По улицам здесь, по 4-му, она у нас подписана. По гаражам 530 труба высокого давления. Потому что посёлок довольно-таки большой. И просто газа в городе не хватит. Поэтому подключаем к основной магистрали, которая идёт на Атомную и туда на Наталины. То есть подключаем. Газ здесь далековато, но всё равно это самое оптимальное решение. Но самая главная проблема, которая мешает начать строительство посёлка, это всё-таки бетонные остатки зданий. И пока не будет проведена рекультивация земли, никакие обещанные коммуникации не мотивируют многодетных приступить к так называемому освоению целины.